В Алматы начался судебный процесс над сотрудником службы охраны МВД. Санат Жанатпеков находился за рулем автомобиля, под колесами которого погибли двое. Кадры с места происшествия настолько жуткие, что в эфире мы решили их не показывать. Жертв от удара буквально разорвало на части. Обвиняемые полностью признают свою вину. Сегодня он рассказал подробности событий того рокового дня. Внимание прессы и общественности к этому ДТП с самого начала было повышенным. Ведь за рулем автомобиля был сотрудник МВД. Ясно, что суд будет нелегким. Возможно, участником процесса будет сложно сдерживать свои эмоции. Ведь трагедия унесла жизни двух людей. Как только собравшихся впустили в зал суда, стало ясно, что мест всем не хватит. Пришлось поставить дополнительные скамейки. Следом завели и обвиняемого сотрудника специализированной охраны МВД Саната Жанатпекова. Именно он находился за рулем автомобиля, под колесами которого погибли двое. Мужчина сильно волновался, и это было заметно. Когда судья предоставил ему слово, Жанатпеков сразу признал свою вину. Вспоминая события того дня, он не смог сдержать слез. Взяв себя в руки, обвиняемый продолжил отвечать на вопросы. По словам Саната Жанатпекова, в день аварии он выехал с работы после ночной смены и с коллегами направлялся в поликлинику. Я не спал всю ночь, к тому же у меня болел зуб. Пришлось писать объяснительную за использование телефона на работе. Думаю, что из-за всего этого я мог задуматься за рулем. Когда опомнился, увидел впереди Део Матис. Почувствовал, что не успею остановиться и вывернул на встречную полосу. Но избежать столкновения не удалось. К тому же вдоль проезжей части стояли два пешехода. Их буквально разорвало на части. Одной из жертв стала мать троих детей, Жанатки Нежбаева. Честно говоря, я не мог поверить, что моя супруга, с которой мы прожили 32 года, лежала там. Я подумал, что это манекен. Показания сегодня дал и свидетель аварии Алексей Трегубов. Предполагает, что полицейские, которые прибыли на место ДТП, пытались скрыть следы преступления и защитить своего коллегу. Они зашли потом, где царик все, полицейские. И там еще человек 10 их появилось. Они номера скрутили, багажник куда-то спрятали. Какой-то мужчина вышел, открыл багажник, номер назад прикрутил туда. И все. Узнав подробности жуткой аварии, родным погибших стало плохо. Многие из них не могли сдержать слез. Но были и те, кто заявил, что прощает подсудимого. Слушание продолжится на следующей неделе. Если Саната Жанатбекова признает виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Нургали Карабаев, Дания Жусупов, Информбюро, 31 канал.